Музыка 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 ВЫСТРЕЛ Музыка 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Обложили гады. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же брала и эту чертовую выписку. Точно брала, кажется. Ну, значит, нужно будет ехать в Москву, искать там. Если не найдешь, тогда обратишься в ЖЭК. Они еще раз выдадут их. Нет, нет. Если я ее и забыла, то точно где-нибудь на Трюмов, в коридоре. Позвоню соседке. Пусть проверят. Если что, вышли от меня. Ты же хотела поскорее вернуться в Москву. Так я же не челночница какая-то. Туда-сюда мотаться. Лучше уж тут. Пару дней. Поскучаю. Ты учти. Ну, послезавтра, завтра. Нотариус не работает. То, что тебе придется здесь быть до понедельника. Прекрасно. Неплохая гостиница там. А, спасибо. Только я уже у Тамары остановилась. Тебя подбросить, да? Да, спасибо. Ребята, нормы ГТО надо сдавать. Петренко. Петренко, чтобы отжимался у меня пять раз. Понял? Так точно. Пять раз. Делай. Чтобы все четыре по двадцать. Челночный бег, подтягивания, отжимания. Буду лично проверять. Вот с Сомовым нам сегодня повезло. Потому что благодаря своей физической подготовке мы победили преступников. Мы победили... Мы победили эту борьбу с преступниками. Сегодня вот в этой схватке с преступностью мы стали победителями. А почему? Потому что мы физически были готовы. Вот кто знал, мы думали обычные строительные материалы. Давай устроили проверку. Видите, что произошло, а? Это, конечно, суровая была битва. Хорошо, что я в детстве картингом занимался, понимаешь? Потому что, ну, так мы гнать. Такая погоня. Джеймс Бонд? Да это ребенок по сравнению с нами. Такие мы трюки выполняем. Я в жизни не подумал, что я так могу машину водить. Слушай, я точно думаю, что нам Сомовым медаль дадут. Не дадут. Ну, а что? Кость, я скажу, что ты с нами был. Да. Ну, все, с тебя простава. Потому что я лечу километров сто, сто двадцать, еле в повороты вписываюсь. А пули стрижами. Сомов приезжался, сцепился. И мысль одна в голове. Только б не упустить, понимаете? Только б не упустить. Ой, и не страшно было? Да под пулями Саша некогда бояться. Потом, потом можно. А оружия-то много в грузовике было? Ну, иди посмотри. Армию вооружить можно. Пулеметы, автоматы, ПЗРК. Короче, отделу нашему благодарность будет. Товарищ майор, вас Сомов ищет. Ищет, значит, найдет. Что происходит? Представляете, товарищ майор, шмели Сомов задержали грузовик, набитый оружием. Лично задержали. И спит. Под пулями. Интересно. Оружие, да? А что интересно-то? Это все потому, что ты Шатова убить дал. В следующий раз позволь действовать профессионалу. Тебе и Сомов, что ли? Хотя бы. Мы, конечно, не такие ковбои, как ты. Но зато у нас подозреваемые не гибнут. На какой машине задерживали? С какой целью интересуешься? Вот гайцы помогли. Хорошо, что автомобиль бронированный, правда? В смысле? Ни одной царапины. Кстати, да. Водитель просто я хороший. Да. Майор Даурский. А ваш рабочий день что, в другое время начинает? Да нет, так же, как и у вас. Но он заключается не только в том, что я просиживаю штанов в отделении. Ага, просиживаю штанов. А мы, между прочим, фуру с оружием задержали. И как, пули над головой свистели? Свистели. Хватит ерничать. Вот, теперь это ваше расследование. Исправляйте свой косяк. Какой из? Если бы не вы, Шатов был бы жив. И сдал вам своих подельников. А теперь что, все сначала? А если оружие в город попадет, что будет? Не думаю, что это оружие для Приморска. Да мне плевать, что вы думаете или нет. Выполняйте свою работу. Ищите поставщиков. И об успехах докладывайте мне. Вечером. Если бы фуражка была, вот так бы сделал. Значит, вы не знали, что вы перевозите, так? Ну, не знал. Вот тебе крест. Фуры-то на складе грузили. Я внутрь ящиков не глядел. Груз как груз. Мое дело маленькое. Баранку крутить. Почему же вы тогда убегали, если вы ничего не знали? Да кто не я? Кто сменщик мой, Леончик, царство его небесное. Он патрульного пальнул. Меня пистолетом тычет и кричит. Гони. Я и погнал. То есть, ваш сменщик был в курсе того, что вы перевозите, правильно? А что, он мог? Он мог. А я нет. Я не при делах. Предположим, я могу поверить в то, что вы не знали, что вы везете. Но ведь вы же, наверное, подозревали, что с грузом что-то нечисто. Ну, да, было немного. Знаете, у нас маршруты стандартные. А вот когда я с Леончиком ехал, маршрут менялся. Мы их в лес сворачивали, где часть груза перегружали в другую фуру. Но Леончик говорил, что все в порядке, документы есть. Куда сворачивали, помните? Да по-разному. Хорошо. Людей, которые принимали груз, вы помните? Нет, не помню. Да не присматривался я особо. Люди, как люди. Эта фигура вам знакома? Это Ишатов. Был пару раз. И Леончик с ним что-то тер. Так, кто кроме вашего сменщика Ишатова знал, что вы перевозите? Колька. Колька Федоров. Он на складе работает и погрузкой руководит. И Леончик вроде кореш его. Колька Федоров. Это уже кое-что. Вот теперь я начинаю верить, что вы свидетель, а не соучастник. Здравствуйте. А где здесь можно найти Николая Федорова? Колька-то. Да вон он руководит. Серой куртки. Аккуратнее с коробками. Не гробы грузите. Черт и безрукий. Стоять! Стоять, я сказал! Да ну не я это, я предупредительный. Какой предупредительный? Группу следственную вызывай. Это следственный, следственный, следственный. Склад. Дежурный майор Даурский, прием. Дежурный слушает. Выслите следственную группу. Первомайская, 59. Склад. Произошло убийство. Как поняли меня? Это не я. Прием, прием. Да тихо ты. Как поняли, дежурный? Вас понял. Посылаем группу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как прошло? Все как по маслу. Давай скорее, отоменты на хвосте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Майор, вы почему поехали на задержание без спецназа? Это было не задержание. Нам нужно было поговорить с Федоровым, сверить показания. Поговорить, значит, хотели? Поговорили, сверили? Сами знаете. Эксперт установил, что Федоров был застрелен снайпером. Сейчас группа работает, собирает информацию. Ищем возможных свидетелей и место, откуда был произведен выстрел. Надо было действовать по протоколу, брать с собой спецназ. Если бы я действовал по протоколу, Федоров был бы застрелен еще до нашего прибытия. Ну, а возможно, если бы действовали по протоколу, то и Федоров, и Шатов были бы живы. А вы кто такой? Полковник ФСБ. Чур, Олег Валентинович. Так что, майор, вы же понимаете, что вы уже достаточно накосячили. Так что теперь этим делом будет заниматься ФСБ, то есть мы. А вы отправляетесь ловить своих карманников или алкоголиков. Я уж не знаю, кто там у вас. При всем уважении, полковник, на поставки оружия идут через Приморск. И это моя прямая обязанность заниматься этими вопросами. Ваша прямая обязанность? Выполнять приказы руководства. Я еще раз повторю, что теперь этим занимается ФСБ. Что же вы появились только сейчас? Понимаете, майор, Шатов был у нас в разработке. Мы даже внедрили в его группу своего человека, собирались его брать. Потом появляетесь вы. Шатов убивают. Теперь с Федоровым. Та же самая история. Возникает совершенно резонный вопрос. А на кого вы работаете, а? А вы на что намекаете? Я не намекаю. Я вам говорю, прям открытым текстом говорю. Майор, вы отстранены. Будете путаться под ногами? Отправим вас в Сибирь. Снег убирать. Жезлом. А? Вы все слышали, майор. Исполняйтесь. Шах. Мат. Здорово, Егор. Здорово. Как сам? Нормалек. Что, с машиной опять что-то? Да ничего, ну, все, как видишь, старое. Ну как, успел познакомиться с доблестными чекистами? Угу, имел удовольствие. Вижу, с тобой тоже уже беседу провели. А со мной что беседу? Я никого не трогаю, подчиняю примус. Это ж ты с умом все ноги оттоптал. Смотри, этот Чур на тебя документы запросил. Значит, что-то затевает. Документы, да? В стиле КБ. В смысле? Никому не доверять, всех проверять. Ну, конечно, правильно. Только они сейчас свои неудачи просто на крайних списывают. Посмотрим, как этот Чур будет действовать. Вижу, Егор, не любишь ты ФСБ? Если Чур прижмет сурово, я ему первую руку пожму. Олег Сергеевич, вы можете как-то мне гарантировать, что это Даурский больше не будет мне мешать? Нет, Олег Курлентинович, не могу. А мне как-то казалось, что начальник края дела вы, а не он. Совершенно верно, я. Ну, вот он Даурский. Связи у него в Москве. Любые мои попытки контролировать ситуацию, просто палки в колеса составляют. Ага. А Сердовушки непростой, товарищ. Олег Сергеевич, так может, завалить его делами неотложными? Ну, так, серьезными, по самой не грусти. Ну, чтобы на мои дела у него времени не хватало, а? Это можно. Завалю. А если не получится? Ну, если не получится, тогда я сам им займусь. А уж не только у Даурского связи в Москве. Договорились. Ладно, что собираешься делать? Продолжать. А неправо, это мой косяк. Не его справлять. Легко сказать, когда ничего, кроме пары трупов, не осталось. Нет же никаких зацепок. Ну, почему? Есть бывший склад Шатова. Этот Федоров раньше на него работал. А теперь на кого? Думаешь, суровый? Ну, может, и суровый. Надо узнать, кому склад принадлежит. Я выясню. Давай. Даурский, ты куда собрался? А что? А то. Ограбление магазина у нас. Сомов тебе поручил. Группа уже на месте. Вот тут адрес. Что, вторую машину сломали? Давайте, работайте. Судя по всему, дверь вскрыли фомкой. Потом ей же отогнули дверь несгораемого шкафа, подпилили и вуаля. Забрали выручку. Вы меня искали? Здравствуйте. Хозяин магазина, Игорь Павлович. Майор Даурский. Что-то кроме денег пропало? Выручка с пяти точек за неделю. И все? Нет. Порошок стиральный, водки три бутылки, хлеб, консервы. Какие консервы? У вас же магазин хозяйственный. А у меня продуктовый отдел. Вы знаете, мне кажется, это алкаши работали. Полезли за водкой, решили проверить сейф, а там выручка. А вы всегда всю выручку в этом... В сейфе? Храните. Я не дурак. Нет, конечно. Раз в неделю Генка вечером собирает выручку с магазина, приводит сюда, но в разные дни, на всякий случай. Генка это кто? Он у меня за место охранника, ликассатора, грузчика. В эту ночь он охранял магазин? Нет. Отпросился. Можно мне адресок вашего этого Генки? Да, да. Минуту. Ну что, я смотрю, не скучаешь? Ты что здесь делаешь? Да так, мимо шла. Да что ты толкаешься? Ты что, следишь за мной? Ну, конечно, я же прокурор. Ну, просто я по тебе скучаю, милый. Приехала посмотреть, на что ты Москву поменял. Смотрю, действительно, серьезными делами занят. Расследуешь ограбление магазина. Может, армию вызвать? Хватит, пожалуйста. А что хватит? А ФСБшники тоже этим делом занимаются? А? Может, подкрепление прислать? Про них откуда ты знаешь? Ну-ка. Лена, я тебя прошу, займись, пожалуйста, чем-нибудь здесь. Оставь меня, я буду заниматься своими делами. Да-да-да, хорошо. Просто расскажи мне, что к чему. Я отстану. Ты и отстанешь? Ну, конечно. Мне в самом деле интересно, какого преступника сейчас ловит майор Даурский. Тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с контрабандой оружия? Ух ты, ничего себе. Другое дело. Вот это поворот. Ну-ка, рассказывай. Пойдем, пойдем. Я тебя слушаю. Чем порадуешься? Да я не знаю, порадуя ли. Машину мы перехватили, там ФСБшники понаехали. Склад трясут, всех допрашивают. Не боишься, подполковник, пусть трясут. А если найдут, что? Обязательно найдут. Вскроют всю сеть Шатова, как орех. И вот тогда его подельники сами ко мне приползут. И тогда они поймут, что ни одно дело здесь без меня не делается. М-м-м-м, логично. М-м-м. Уверен, он будет рыть с удвоенной силой. Себе могилу выроет. Ты ему не мешай, Сомов. Пусть роет. Остальное не твоя забота. Да, вот это история. Так, может, тебе помощь нужна? Вы же договорились, я разберусь сам. Как хочешь, но если что, имея в виду, что... Вот, Генкин адрес. Это недалеко. Спасибо. Давайте я домой заброшу и по пути навестим Гену. Только без пакостей. Я сейчас. Не переживай. Я тебя знаю. Ну-ну. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я слово держу. Стой. Простывай, прокатимся. Поделись. Что ж ты сразу не сказал, что ты майор, а? Калитку жалко, а? Это и есть твой бандит? Да что, не похож на меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Целовать будем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. На связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, а вы Лена? Здравствуйте. Да, а вы? А я Даша, я соседка тетя Тамары. Я вот вам рыбку принесла. Я чувствую, как вкусно пахнет. А вы из Москвы, как наш майор? Майор? Ну да, да, Урский. А, да, из Москвы, как Егор. Да. А вы местная? Мяснее не бывает, считай, уже здесь прожила. Угу. Ясно. Каждому свое. Хорошо здесь у вас. Спасибо. И воздух чистый, и рыбка вкусная. Но я бы, наверное, так не смогла. Другой темп жизни. Как вы здесь развлекаетесь? Ну, развлечений у нас, пожалуй, хватает. Некоторым даже нравится. Некоторым даже очень. Да? Да, вот, например, майор нашему Даурскому очень нравится. Ну-ну, нравится. Да. Небось, деньки и считают. У него в Москве проблема. Начальство сюда отправило, пока поутихнет. А потом быстренько сбежит, наверное. Думаете, прям так сразу и сбежит? Ой, поверьте мне, уж я-то его хорошо знаю. А вы как хорошо знакомы? Так хорошо, конечно. У нас-то город маленький, не столица. Тут все друг друга хорошо знают. А майор, он человек известный. Всем помог. Герой, значит? Ну, да. А у него здесь есть кто-нибудь? Рыбку будете? Да-да, спасибо. Переоденусь только. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх! Елка зеленая! Нам же ничего не сообразие! Как-то его допрашиваться! Вот же... Ваш парк! Ага. Пойдем, алкаши, подожди, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Полезайник, закрошу? Не вопрос. Я к Лазареву поговорить. Я не знаю. Я и говорю, алкаши-то гены. Хорошо. Сомов задержал машину. Ну, прям чудеса какие-то. Он же без команды Сурового и ложки в рот не донесет. Возможно, Суровый защищает остатки сети Шатова. Так что, если Шатова остался преемник, будут и новые трупы. Что, опять убили кого-то? Убили на складе. Атаман, ты же хорошо Шатова знал. Ну? Может, в курсе, кому его склад принадлежит теперь? Сын его уехал сразу же после гибели Шатова вместе с женой. А вот Жаров остался. Жаров кто такой? Работал вместе с Шатовой. Танцелярская крыса. Неприятный такой тип. И нас из дома не показывает. Его нас в станице не любят. Только Шатов и терпел. А вот за что терпел? Бог есть. Может, подельниками в делах были. Может, контрабандой вместе занимались. Ну, чего не знаю, Егор, того не знаю. Окей. Чего? Ладно, говорю, проверим. Петр Аркадьевич, у меня еще просьба. Ну? Можете патрули усилить. Ну, там подождительные люди, грузовики. Пособлю. Чем могу, пособлю. Добро. Здоров будь! Ух! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может не все так плохо, вы кстати друг другу очень подходите, такие красивые люди Лен, я тебя... Даша, я... Дарья Даша... Даша... Дарья... Дарья... Это он, это не я, я... Я не я, он не отцу плевать, понятно? Все, кто убивает полисейских, их закрывают по полной! Надолго! Чтоб другим не повадно было, понятно? Понятно! А я действительно ничего не знаю! Я пошел на сотрудничество! Я все рассказал! Рассказал майору Даурскому? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Погоди, выйдут. Я проследил за Даурским. Похоже, у них здесь встреча суровая. А ты уверен, что это суровый? Конечно, уверен. Я видел ориентировку. Могу попробовать подойти поближе. Не надо. Ближе не надо. Просто продолжай наблюдение. Очень интересно. Очень. Слушай, что ты мне скажешь про связь Даурского и Шатова? Чего тебе известно? Ну, видел их вместе. Шатов друг атамана Лазарева. И Даурский тоже друг Лазарева. Друзья. А что, кругом у вас одни друзья, а? Как интересно. И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше будет. Давай ближе к делу, а? Я слышал, ФСБ к нам пожаловал. Целый полковник. Интересная личность, скажу тебе. Вот кого надо бояться, а не меня. А я не боюсь ни его, ни тебя. Но приятно слышать, что ты его еще не купил. Я? Я не купил. Другой купил не я. Подумай об этом, Даурский. Серьезно подумай. Другой купил не я. Опять цветами пришел купаться? Почему же сразу купаться? Просто хотел подарить себе самой красивой девушке на купоне. Самой красивой? А самой красивой девушке Москвы ты что будешь дарить, когда вернешься? Дашь. Дашь, что дашь? Не дашь-ка и мне. Я, конечно, понимаю, что ты обиделась из-за Лены. Извини, но я не знал, что тебе нужно все рассказать. А как? А как ты думал, Егор? Я жил с ней. Мне казалось, что мы любим друг друга. Она ждала от меня какого-то шага. Да, для меня штамп в паспорте простая формальность. Она считала иначе и нашла себе другого. Вот и все. Все? Да. Все равно надо было мне рассказать. Теперь все поздно. Поезд ушел. А что бы это изменило? А возможно, многое. Вот многое, возможно, бы изменилось. А теперь... Иди, тебе пора. Да, ты что? Да. Ты что, ждешь кого-то? А может быть, и жду. А что, не могу, что ли? Он Лену быстро себе парня нашла. А я что, хуже, что ли? Я так же поступлю. Иди, иди. Иди, иди. Что за срочность такая? Какая срочность? Ну как, мне сказали, что ты меня хочешь видеть. Срочно. Что надо? Подожди, суровый. Это ты мне встречу назначил. Стоять, руки зашли! Вы на месте стоять! Суровый. Это точно не я. Ну что там в отделении? Ну что в отделении? Подозреваемый твой спит, как сурок. Я же не о нем. Ага, Сомов. Сомов бегает с довольной рожей. Радуется, что щур под тебя копает. Свалился этот чур на мою голову. Я не думаю, что тебе стоит сильно беспокоиться по этому поводу. Щур, конечно, тип малоприятный. А мы же, в конце концов, на одной стороне. Ну, вроде того. На одной стороне. Надеюсь, что на одной. Субтитры сделал DimaTorzok